Вы сказали, в коалиции на этом неделе были проблемы. Действительно, проблемы были. Давайте поднимемся сюжет. Наш парламентский корреспондент. Сегодня проходила в Раду, как на работу. Сегодня смотрела на те заявки, которые лунали. Колода цела, карты тасуют, но каким будет весь расклад, непонятно. Короли предложили свою игру, а дама настаивает на своей. А к вечеру один из валетов покинул расклад, рассчитывая, что без карт его в масте игра не сложится. Такое заявление – ответ на голосование коллег-депутатов. Уже с этих выходных украинская прокуратура должна была жить по новым правилам. Но оказалось, к этому не готова ни юридически, ни технически. Вот часть коалиции и предложила дать силовикам еще три месяца. Другая часть коалиции, в том числе и Батькивщина, была против. Я считаю, что закон должен был вступить в действие через три дня. Весь день убили на споры. В итоге реформу прокуратуры все же отложили. Даже Батькивщина дала голоса. А вот самопомощи радикалы голосовать со всеми отказались. И для журналистов, заполнивших ложу прессы, да и для самих депутатов это был первый звонок. Договориться все сложнее. В коалиции не все в порядке. Среда. В раскладе задействованы уже не только картинки. Те, кто может вообще вылететь из колоды, начинают свою игру подкидного дурака. И ощущение еще совсем чуть-чуть. Весь карточный домик попросту разлетится. Генеральная прокуратура Украины готует подание на ряд народных депутатов про позбавление депутатской наторканости. Серед этих депутатов патриоти Политвия Занігар Мосяйчук, Вячеслав Константиновский, Андрій Денисенко и я. Все, кто порушает закон, должны сидеть за гратами. Никто, 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 никто. Поверните на свои места. Не развалите коалиции, не створите, будь ласка, напруги. Меня никуда не вызывали, ничего меня не спрашивали. Всех выбирают тех, кого не любят больше всех. Я ничего не боюсь. Я произошел таке и таке бачил, что это игрушки. Страсти накалились настолько, что многие перестали подбирать слова. В Куларах, пожалуй, впервые зазвучали не просто жесткие комментарии, а прямые обвинения. Это целиком очевидный ход, поскольку мы все видим, как Петро Алексеевич ударными темпами движется шляхом Януковича. Петро Алексеевич наражается на то, что потеряет коалицию. Но если в Куларах бушевали страсти, то в сессионном зале, наоборот, полный штиль. Даже повестку дня проваливали раз за разом. Ведь зал полупустой. Давайте проголосуем порядок денный и не будем заниматься машиной вознею. Почему в зале нет первых лиц? Понятно. Они собрались на совет коалиции. Многие были в предвкушении. Раз Лешко отказывается. Координатором коалиции будет теперь Юлия Тимошенко. Но ясности, что решили за закрытыми дверями, даже к концу дня никакой. Четверг. К этому моменту у многих было четкое ощущение. Колодя целой не быть. Может и до пересдачи дойти. Но за ночь все переиграли. Карты разложили по-новому. Но оказалось, что для принятия решения не хватает ни тузов, ни джокера. А у короля и дамы своя игра. Давайте проголосуем за повернение до голосования. Четверг. Традиционный день голосования, когда на работе сидят до ночи. И все фракции, даже своих постоянных прогульщиков, подтягивают в зал. Но не в этот раз. Депутатов еще меньше, чем вчера. Вчера 20 минут истерики. И сегодня никакого народного депутата даже не разглянули на предмет изменения, занятия на доторганность. Из того, что удалось проголосовать этим составом, закон о возе оборудования для оборонки. Но уже вечером Самокомич и Батькивщина отзывают свои голоса. Обвиняют коллег в фальсификации документа. Но появились справки, которых они раньше не видели. Прошли уже сутки, но так и непонятно, кто же координатор коалиции. Политики от этого вопроса старательно уходят. Пятница, колода, цела. Карты не тасуют, пассианс не раскладывают. Раскладывается впечатление, что здесь готовятся к новой игре и к новому. В пятницу все ждали кульминации конфликта. Но напрасно. Последний рабочий день в Раде, на удивление тихий, все старательно делают хорошую мину при плохой игре. И слушают премьера, которого тут уже месяц не было. Внешне все спокойно, но нервное напряжение прорывается даже в репликах. А люди тут при чем, во всей этой трубке? Гуляй, гуляй, гуляй. О принятии закона даже и речь не идет. Депутатов до неприличия мало. Я буду полностью информовать общество про то, кто отсутний без поважных причин на пленарных заседаниях. Что же на самом деле происходит в коалиции? В разных фракциях и мнения разные. Но общая беспокоенность чувствуется. Коалиция не слабая, она и напряженная, она является объектом серьезных нападений. То, что есть суперечки, то, что есть вопросы, это еще раз доказываю, что организм живой. Головом фракции нужно собираться, как меньше, еще добавить два раза и обговорить порядок денный. Мы не понимаем, чем занимается правильная коалиция. В липні, последний день цієї сессии, после того начинаются выборы. Если до выборов реформы нет, всем хорошо известно, что во время выборов реформы не происходит. Это значит, что Краина остается на том самом месте, где мы сейчас находимся. Снова перетасуют и переиграют, кто какой пассианс будет раскладывать и кто какую игру начнет. Время покажет, как и то, будет ли колода целой или карты разлетятся. Екатерина Лысенко, Вадим Сверидонов, Иван Нашкиндер. Подробности недели. Телеканал Интер.